Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно, благоествование Христова, есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эвину». Почему я решил, друзья, начать с этого местописания? Ну, во-первых, что такое благоествование? Апостол Павел говорит здесь, «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению». Друзья, я открою вам один, может быть, для кого-то, возможно, это будет новость. А для кого-то я напомню сейчас простую истину. Друзья, Слово Божье, оно не только в слове. Слово Божье, оно в силе. Библия говорит, что Слово Божье, оно живо. Слово Божье, оно действенно. Слово Божье, оно острее обоюдоострого меча. Оно изменяет жизнь. Слово Божье, друзья, оно может изменить всю судьбу человека. И это не абстракция, это не пустые заявления, это не декларация, это не лозунги, это факт. Факт Божьего, Слово, друзья, факт заключается в том, что Божье Слово способно изменить. Божье Слово способно из наркомана сделать успешного человека. Божье Слово способно, друзья, из человека, который вообще ни на что не способен, оно способно сформировать потрясающую, сильную, выдающуюся личность. Слово Божье способно алкоголика превратить в самого нежного, любящего и прекрасного человека. Самого чувственного человека на земле. Слово Божье способно, оно имеет силу. И Библия говорит здесь, ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божья. Оно есть сила Божья. И я хочу вам сказать, друзья, что часто, приходя в церковь, мы больше бываем сосредоточены на каких-то, знаете, вот даже на тренинге. На тренинге мы говорим практические вещи. Но самое главное, друзья, что сделать, когда ты внутри знаешь, что правильно сделать, а не ту силу внутри это сделать. Вот как быть? Скажите, когда ты знаешь, как поступить правильно, когда ты знаешь, что кто знает, женщины теперь, что эмоции надо контролировать, а силы нет это сделать. Ты понимаешь, что твое естество говорит, надо проконтролировать, а внутри нет силы. Смотрите, благоествование Христово есть сила Божья. Есть сила Божья в благоествовании Христово. И я хочу, чтобы мы не забывали с вами, друзья, это самое важное в жизни. Благовествование, то есть благая весть, благая весть Христова, в нем есть сила каждому человеку. В чем это суть? Что такое благовествование? Благая весть. Благая весть это добрая новость. То есть добрая новость. Но это не просто добрая новость. Это добрая новость о чем-то. И здесь написано, смотрите, благовествование какого? Христова. Что значит? Благовествование Христова, друзья, или Евангелие еще переводится, как четыре вещи. Это благая весть или новость о рождении Иисуса Христа. Что произошло в день рождения Иисуса Христа? В день рождения Библия говорит, что мир и радость пришли всем человеком. Друзья, если вы, кто из вас иногда сталкивались с тем, что вы думали о какой-то ситуации как безысходной, что нет выхода. У кого такое бывало? Открою вам секрет. Рождение Иисуса Христа. Ангелы с неба, они возвестили, что мир и радость и благоволение теперь всем человеком есть. Слушайте, если еще раз дьявол попытается вам напомнить о том, что есть что-то безысходность, напомните ему о том, что Иисус родился. Рождением своим Иисус растоптал миф о том, что теперь что-то безысходное. Иисус принес своим рождением, он принес надежду. Надежду принес. Дальше. Евангелие, друзья, это благовество рождение жизни. Как жил Иисус, друзья? Как вы думаете, были ли у Иисуса искушения, которые были у вас? Кто думает? Да. Были. Кому из вас бывает тяжело побеждать эти искушения? Благая весть о жизни Иисуса подтверждает. Иисус победил эти искушения? Да, значит и вы можете. Благая весть о жизни Иисуса, она должна вселить в вас размышления, изучение этого. Оно должно вселить в вас понимание и осознание того, что вы можете побеждать. И то, что вы говорите, это невозможно, это неправда. Это противоречит тому, что Иисус жил. Написано в Библии, что Иисус был искушаем во всем, кроме греха. То есть все, абсолютно, все, оно входило в его жизнь, оно заходило на территорию, но он не допустил никогда греха только. Дальше. Что такое еще благая весть? То есть первое рождение, жизнь. Дальше смерть. Самая потрясающая вещь, то, что произошло перед Пасхой, в канун Пасхи, да, за три дня, что произошло? Смерть Иисуса Христа. Что такое смерть Иисуса Христа, друзья? Смерть Иисуса, это символ того, что теперь с этого дня, написано в Библии, что смертью он попрал смерть, да? То есть это означает, что в этот момент произошла вот эта замена равенства. Библия говорит в послании римлянам о том, что наказание за грех, наказание кого должно было за грех быть? Вас. А у Иисуса были грехи? Нет. Поэтому он был умерщвлен за какие грехи? За наши грехи. Поэтому, друзья, если дьявол напоминает вам сегодня о том, что, смотри, ты же грешник, скажите ему, да, я грешник, но Иисус умер за меня. И тот факт, что Иисус умер за меня, означает, что теперь ответственность за грех лежит. Не то, что ответственность, а теперь бремя отткнул. Наказание за этот грех не на мне, оно Иисус его понес на себе. И что такое Евангелие? Это, еще раз, благая весть о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. И вот сегодня об этом я как раз хочу говорить. Пасха – это день воскресения. Воскресение, друзья, что это такое? Воскресение – это не просто день.